Здравствуйте, уважаемые! Кулинарную мудрость наших мам, бабушек, тетушек и просто родных женщин нельзя недооценивать. Они делятся с нами самыми важными и нужными советами. В общем, сейчас я расскажу вам подборку кухонных трюков. Итак, кулинарные идеи. Чтобы тесто пельмени стало более воздушным, необходимо провернуть простой трюк. В момент, когда пельмени закипят во второй раз, следует добавить в кастрюлю одну чашку холодной воды. Делать это нужно постепенно, вливая воду тонкой струйкой. Такая уловка позволит вкусовым качествам теста полностью раскрыться. Приготовление стейка лучше начинать с его боковой части, там где находится жировая прослойка. Растопленный жир придаст мясу сочности и подарит чудесный аромат. Хранить пряности и специи нужно в темном прохладном месте, а не на полке у плиты. Чрезмерная влажность, яркий свет и тепло приводят к тому, что специи теряют насыщенный аромат и, конечно же, вкусовые качества. Перед тем, как приступить к обжариванию мяса, необходимо промокнуть его бумажным полотенцем. Избыток влаги попросту превратит процесс обжаривания в тушение и лишит тебя румяной корочки. Чтобы нарезать ровные тонкие кусочки бекона или парашютто, следует поместить мясо минут на 15 в морозильную камеру. Стоит не поскупиться и купить одну бутылку качественного оливкового масла. Всего несколько капель этого продукта преобразят вкус мяса, рыбы, салатов и даже блюд из теста. Чтобы получить обалденное картофельное пюре, стоит провернуть простой трюк. Отварив небольшое количество картошки, необходимо слить воду и поместить картофель обратно в горячую кастрюлю. Далее нужно закрыть плотно крышку и подождать 5 минут. В результате получится мягкая и красивая текстура пюре, а масло и сливки легко впитаются. Перед приготовлением фрикаделек или мясного рулета необходимо попробовать фарш на вкус. Сформируй небольшую котлетку, обжарь ее, попробуй, а затем отрегулируй количество приправ и специй. Перед покупкой мяса или рыбы не стоит бояться попросить продавцам показать продукт поближе. Это необходимо, чтобы почувствовать запах и оценить свежесть. Нужно помнить, что рецепты лишь руководство по приготовлению и блюд. Если хочется заменить какой-либо ингредиент, не стоит отказывать себе в таком удовольствии. А вот собственно говоря и все. А так кулинария это как и любое другое искусство. Оно, оно всегда приветствует эксперимент. Ведь именно, наверное, благодаря экспериментам человечество получило шедевры кулинарного искусства. Как и любого другого искусства. А насчет переменей, вот прямо сейчас пойду и попробую. Поэтому всем приятного аппетита. На этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите еще больше интересного, полезного, а иногда и вкусного видео на нашем YouTube канале. Всего вам наилучшего. Услышимся. До новых встреч. Услышимся. Продолжение следует...